Всем доброго времени суток. Обращаюсь к Сергею Александровичу Глушкову, генеральному директору Талантливой Рума и вообще обращаюсь к Саре Рума о помощи, обращении о помощи. Сергей Александрович, обращение к вам. Нужна помощь, нужна помощь юридическая, вообще обращаемся за любой помощью, которую сможете нам оказать. Дело обстоит так. Был гражданин Перов Иван Николаевич, 88-го года рождения. Почему был? Потому что сегодня, 24 января, его привезли с морга. Привезли с морга. В морг он попал из учреждения ИК-9, города Рубцовска, Алтайского края. Обвинялся он по статье 161. Заметьте, обвинялся. Он не был осужден, он только обвинялся, его под подозрением держали. На него хотели повесить эту делюгу. Возможно, потому что ранее он привлекался по такой статье. И тут, возможно, правоохранительные органы как-то решили, что нашли козла отпущения или как там они сыграли, непонятно. Очень многого нам там не разъясняли, вообще ничего нам не рассказывали толком. Адвокат, адвокат, которого наняли, он как бы, я не скажу, что он там, сильная юридическая сила у него какая-то есть. Ну и тоже и платили ему как бы по возможности. Денег больших как бы нету, и платили по возможности, чтобы он как-то следил за этим делом, чтобы как-то контролировал. В общем, когда первый раз забрали Перова Ивана, он дал показания, и его отпустили за отсутствие состава преступления. Против него не было ни одного доказательства, против него не было ничего. Просто показали пальцем. В заключение что еще могу добавить? Хочу попросить организацию по защите прав и законных интересов цыган, талантливые рума, помочь разобраться в этом сложном вопросе, в этом тяжелом деле, так как мы сами просто не решим его никак, только, возможно, с вашей помощью мы как-то разберемся в этом деле. Помогите нам разобраться, помогите добиться справедливости. У детей отобрали отца. Помогите нам. Дети, дети остались сиротами. Румалы, к Рума обращаюсь, консоса может, пожалуйста. Дети, можно сказать, там тоже получился такой случай. Они с Алтайского края хотели переехать в Новокузнецк, то есть они переехали, они переехали, купили дом в рассрочку, дом не оформили. И сейчас такое положение, что там отдали задаток, дом не оформили. И можно сказать так, что дети могут остаться на улице. Ну, конечно, там родственники как-то кто-то чем-то помогут, но факт тому, что у них даже нету своего жилья. Да, понимаете, в чем дело, Румал? Пожалуйста, кто чем сможет, пожалуйста, помогите. Отнеситесь, пожалуйста, к этим словам. Всем, кому жалко детей, пожалуйста, отнеситесь с уважением, пожалуйста, помогите. Кто чем сможет. И организации, конечно, организации, заранее, заранее хочу сказать огромное спасибо, если где-то как-то в чем-то поможете. Огромное-огромное спасибо от всех нас, от всех. На связи был Руслан Луценко, Усть-Каменогорск, Восточный Казахстан. Продолжение следует... Продолжение следует...